Алмазный набор Новый Боец. Набор, который гарантированно содержит алмазного персонажа из МК-11. Как вам такое, друзья? И этот набор мне выдали сразу же после того, как и прошел режим обучения. Почему я начал еще один аккаунт и как мне удалось получить алмазный набор Новый Боец, вы узнаете на протяжении нескольких последующих минут, пока вы будете смотреть данный текущий ролик. Ну а здесь я конечно же нажимаю на кнопку дара и я очень сильно надеюсь, что помимо того, что мне выпадет целых 500 душ прямо на старте, мне еще и выпадет какой-нибудь топовый, а самое главное не совсем еще старый персонаж МК-11. Говорят, что из этого набора может выпасть даже Люкан МК-11, это относительно новый персонаж. Ну что, коснитесь, чтобы открыть. Коснулся, чтобы открыть. Пожалуйста, пожалуйста, что-нибудь интересное, пожалуйста. Синдел МК-11 это один из самых моих любимых персонажей. Я обожаю эту орущую чертовку. Все, друзья, держитесь. Этот путь новичка становится с каждым днем все более интересным и интригующим. Не переключайтесь, сейчас вам все обязательно расскажу. Если вы интересуетесь возможностью официального доната в Mortal Kombat Mobile, то не забудьте перейти по ссылке в описании к видео. Наборы персонажей, наборы башенного снаряжения, а также платные наборы, все это и даже немножечко больше помогут купить вам с 20% скидки. Даже пропуск прикупить можно. Я уже купил пропуск в МК-мобайл именно по ссылке в описании. Поэтому я однозначно вам советую туда обращаться. Друзья, ну как вам начало ролик? Интригующее? Но сейчас буду вас интриговать еще больше. Забудьте, что его показывал во вчерашней серии Пути новичка. Настоящий Путь новичка, очень жесткий Путь новичка, эксклюзивный Путь новичка. Таких путей новичка не было еще ни у кого. Начинается прямо сегодня. И смотрите, у меня в аккаунте есть уже два алмазных персонажа и практически 700 душ. Я сейчас вам обо всем расскажу. Значит, Синделл откуда выпало? Вы прекрасно видели в начале видео, я вам это показывал. Каким способом? Получается так, что после режима обучения у вас появляется, и у меня в частности появился, алмазный набор МК-11 с гарантированным выпадением алмазной карты и еще 500 душ, да, выдали. Вдобавок ко всему прочему. Незеры любят эффект рандома. И после обновления 4 точка 2, после того, как вы проходите режим обучения, в рандомном порядке вам может выпасть либо серебряный набор, который вы видели во вчерашней серии, либо золотой набор, либо алмазный набор. Причем, в случае с золотым и алмазным набором, есть по два варианта этих наборов. Но, а какой из них выпадет вам, это типа воля рандома. Поэтому, если вы решите создавать новый аккаунт, наберитесь терпения, запустите игру несколько раз и заведите и оставьте аккаунт в том случае, если вам попадется, как мне, вот этот алмазный набор, из которого выпадает 500 душ и одна алмазная карта. Потому что вторая вариация алмазного набора, она, в принципе, ну, грубо говоря, ничем не отличается, за исключением того, что у вас не будет 500 душ. А так-то, в принципе, те же самые персонажи из МК-11 выпадают. Но это ли не круто? Это, это ли не круто? Потому что, но я не знаю, что это за щедрость такая. Ты просто проходишь режим обучения, ты еще ничегошеньки не успел сделать, у тебя уже есть бесплатный алмазный персонаж. Помимо всего прочего, я привязал свою мобильную версию к консольной версии, получил Raiden MK-11. Согласен, не лучший персонаж, который может выпасть за привязку, а я напоминаю, кто не в курсе, за привязку может выпасть еще Джейд МК-11 и Скорпион из МК-11. Вот если бы выпал Скорпион, это было бы вообще идеально. Но в любом случае Raiden MK-11 тоже неплох, а в связке Синделл, ну, будет, по-моему, достаточно хорошо смотреться. Давайте отправимся, поиграем в Войнах Фракций. Я, наконец-то, с вами поговорю по поводу Синделл. Синделл одна из моих любимых героинь в Mortal Kombat наравне с Джонни Кейджем. Нет, ну, Джонни Кейдж, наверное, мне больше все же нравится. А вот, значит, еще, наверное, да, перед тем, как я начну играть, забыл, 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 я покинул все это дело. Я хочу вам рассказать про свою коллекцию, потому что этому аккаунту всего лишь несколько часов, а есть уже достаточно неплохая коллекция персонажей. Значит, откуда у меня Кенши? Кенши у меня продается на данный момент в магазине. Не забывайте заходить в магазин, здесь иногда есть персонажи, которые будут вам помогать в будущем. Во всяком случае, если в магазине появится бронза, обязательно покупайте бронзу, потому что без бронзы вы не сможете пройти испытание. То же самое касается и серебра. И когда я сегодня зашел в магазин и увидел, что у меня продается Серай Рю, который пойдет на слияние, и Кенши, который самый сильный серебряный персонаж, я просто без раздумий взял, купил их и того, и того, и в итоге они у меня появились в аккаунте. Значит, откуда у меня серебряный Джонни Кейдж? А серебряный Джонни Кейдж мне выпал из ежедневного набора, бесплатного. Я открыл, офигел, сказал спасибо, закрыл. Значит, Джонни Кейдж Ниндзи Мим выпал мне, внимание, из бесплатного набора четырехчасового. Поэтому всегда, когда у вас есть эти наборы, всегда открывайте, не ленитесь. Но это, конечно, информация касается новичков. Ящера я... Где я взял ящера? А ящер мне выпал по умолчанию. По умолчанию мне выпал Серай Рю, Лин Куэй и ящер. Это вот эти вот начальные персонажи. Ну, а еще одно слияние для серебряного Джонни Кейджа мне выпало за то, что я совершил просмотр рекламы. Вот эти вот, сколько там, 10 или 11 рекламных роликов. И когда ты все 10 роликов просматриваешь, тебе дают шанс открыть наборчик, из которого тебе выпадают всякие различные персонажи. Но вот так моя коллекция развилась. Рекламу смотрю, бесплатные наборы забираю, чего и вам желаю, если вы хотите развивать аккаунт. Но от этого никуда не уйдешь, это нужно делать. Значит, так как монеток у меня пока что мало, но башня это все дело компенсирует, я пока что не прокачиваю спецприемы, потому что у алмазных персонажей они крайне дорогие. Ну, прям, ну, прям очень дорогие. Почему? А, я хотел сказать, почему только до третьего уровня, потом понял, у меня же монеток больше нет. Крайне дорогие спецприемы у алмазных персонажей пока что будет вот так. Я просто открыл второй спецприем, на всякий случай пассивную способность тоже не прокачивал. Но почему? Ну, потому что души пока что хочется покопить, тем более, что впереди день рождения игры. Я думаю, что, да, я уверен, я знаю, что там впереди будет очень много интересных паков. Ну, и карты поддержки тоже пока что не получал, не получал, не покупал. Ну, почему? Опять же, да, возникает вопрос. Ну, а потому что я не уверен, что я в будущем буду играть за Синдел из МК-11, потому что ее прокачивать будет крайне сложно. Я имею в виду слияние, конечно же. По той же причине пока что не буду прокачивать карты поддержки для Рейдена из МК-11. А вот Джонни Кейдж, может быть, пойдет на прокачку. Но пока что вот оно все выглядит вот так. Спецприемы не прокачиваю. Я единственное, что Джонни, я открою второй спецприем. И, 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 вернись, пожалуйста. Стоп, ну это далеко отвернулся. И вот нажимаю на первый. И первый, наверное. Давайте даже до конца, потому что истощение силы на первом спецприеме Джонни Кейджа, это очень даже полезный спецприемчик. Все, поехали. Семь битв пройдем. Я, с вашего позволения, пассивные способности Рейдена, пассивные способности Синдел не буду зачитывать, потому что, ну, Рейден МК-11 максимально давно находится в игре. Это персонаж, который сколько уже? Года три находится в игре. Я думаю, все уже знают, что умеет делать Рейден из МК-11. А вот Синдел из МК-11 тоже сколько уже? Года полтора назад появилось. То есть, ну, это типа не новые персонажи. Я думаю, все все вокруг знают. Поэтому я не хочу затягивать ролик посредством того, что я буду зачитывать пассивные способности. Вот тут, наверное, зря вообще второй спецприем прожал. Да, потому что поталь он слабенький. Боже мой, но я обожаю Синдел. Какая она крутая. И в МК-мобайл ее достаточно круто реализовали. Интересная боевка, специфическая механика с этим отпрыгом и оглушением. Это было тоже что-то новенькое до Синдел. Такого никто не делал. Да и сейчас, в принципе, такой фишкой никто не обладает. Это эксклюзивная фишка Синдел. И я вот смотрю, что в последнее время тенденция и динамика разработчиков, она все же видна в плане того, что они стараются, ну, какие-то новые фишечки искать. Каждый новый персонаж, который выходит, он с какой-то своей уникальной фишкой получается. Кстати, насчет лайков я максимально благодарен всем, кто под предыдущим роликом поставил лайки. На момент записи ролика там около 70 лайков из 50 лайков, которые я просил в принципе, да? То есть вы даже больше собрали, чем я просил. Мне, безусловно, приятно, я когда увидел, что цифра, которую я просил, уже преодолена. И я сразу же, естественно, побежал записывать вторую серию пути новичка. Спасибо вам еще раз. Я надеюсь, и эту серию вы тоже поддержите. Я не буду повышать какие-то планки. Надо иметь совесть. Эта рубрика не популярна на моем канале. Спасибо, чтобы от первой серии поставили столько пальцев вверх. Но давайте хотя бы держать планку. Давайте хотя бы 50 лайков оставим и для этого выпуска в том числе. Так, у Синдел есть все. У Синдел есть пробои блока. Причем пробои блока это не благодаря снаряжению. Пробои блока это благодаря тому, что есть у нее в пассивной способности. Плюс эффект ослабления после завершающего комбо удара. Тоже достаточно полезная штука. А вот, ну и... Ой, тихо. Не беси меня, котелька. Ну и, конечно же, эффект пробития брони, когда ты пропускаешь спецприем вражеский по Синдел, либо когда она выпрыгивает на арену и взмахивает своими волосюшками. Ну а на втором спецприеме есть эффект замедления. Эффект замедления... Но когда он работает на нас, да, когда на нас висит эффект замедления, оно, конечно, ощущается. А когда бот находится под эффектом замедления, но... Но отрицательный эффект, он как бы, конечно же, имеется. Но бот, мне кажется, не настолько активно чувствует все это замедление, насколько его чувствуем мы. Все, до свидули. Тихо. Нет-нет-нет-нет, никаких комбушек. Вот эту специальную атаку Синдел, да, вот эту фаолетовую, когда она контратакует, использую исключительно в крайних случаях, когда я вижу, что бот уже вообще просто обалдел со своими комбами, вот как сейчас, например, и все, контратаковал, оглушил, полетел спецприем. Кентару просто улетел. Так, оглушение есть. И первый спецприем полетел. Причем, обратите внимание, после того, как вы оглушаете своего противника, старайтесь не делать сразу спецприем, там, первый или второй, неважно какой. Старайтесь еще покомбить. У вас вполне есть возможность провести одну комбушку, ну, без добивающего комбо-удара. А потом уже, соответственно, сделать спецприем. Так будет максимально удобно. И правильно. Так, еще, еще, еще деремся. Хорош. Оп, поорало. Нормально, Джонни Кейдж смылся в ужасе. Ха, ниндзя мимо который, да? А почему такие легкие противники? В предыдущих боях как-то сложнее было, нет? Или тут, а, тут оштег прокачанный. Ну уж, извините. Ты куда там прыгать собирался? Блин, у меня там такие подозрения, что у меня не хватит сейчас опыта для повышения уровня. А если у меня не повысится уровень, да, у меня не восстановится энергия, соответственно, я не смогу два последних боя добить. А здесь, видите, какая засада. Если я сейчас восстановлю энергию, то, скорее всего, в следующий бой восстановит тоже мне энергию бесплатно, и я тогда в пустую три души потрачу. Жаль. Ладно, да, боже мой, три души, тоже мне проблема. Поехали. Просто я, когда завожу новый аккаунт, я пытаюсь максимально подгадывать вот это количество энергии своих бойцов под повышение уровня. Потому что, когда уровень повышается, энергия бойцов восстанавливается, и в основном своем я на первых уровнях стараюсь как можно больше бить арену, ну, чтобы не терять энергию просто. Такой популярный боец кентару нынче, я смотрю. Второй бой подряд уже сражаемся против кентар. Так. Есть оглушалка. Сейчас, наверное, вообще не в тему ее использовал, потому что там не было поводов для того, чтобы... Ой, тихо. Чтобы Саб-Зиро оглушать. Но... Использовал и не использовал. Значит, всего три заряда вот этого оглушения у Синдел, но с помощью тематического снаряжения прокачанного, Синдел, можно количество этих зарядов увеличить до пяти. Ну, вот как я и предполагал. Да, восстановилась энергия, но зато за повышение уровня мне выдали пять душ, и, соответственно, я вернул свои три души и заработал еще две. Но, грубо говоря, да. Грубо говоря. В принципе, как и в любой игре, пока вы новичок, души копятся немножко быстрее, чем когда вы уже прокачиваетесь. А, возможно, пока это аккаунт новичка, кажется, что что-то быстрее происходит, потому что особо ничего еще нет, и каждый новый персонаж, ну, лично для меня, кажется крутой добычей. Каждая новая заработанная душа, кажется, опять же, невероятным достижением. Но, но это у меня вот. Тихо. А я же вроде, а я же вроде нажимал на этот снаряд. Так, пробой блока хочу. Выстоял. Выстоял, однако. Да что такое-то? Синдела. А вот почему ты с задержкой решил опустить свой снаряд? Мне это не нравится. Давайте космо опустим. Есть все. Синдел крута. Синдел крута. Я считаю, что Синдел одна из самых сильных героинь в линейке персонажей МК-11. Ну, вот мне вот так кажется. Короче, друзья, вот такой вышла вторая серия. Это же типа дневники новичка. Я в этих дневниках должен рассказывать, как развивается мой аккаунт. Но вот я не только рассказываю, еще и показываю. Коллекция, как для менее, чем за сутки, выглядит, по-моему, шикарно. Две алмазки. Серебряные персонажи уже два. Один из которых на первом слиянии. Бронзовых персонажей четыре, да? Один из них тоже со слиянием уже. Но достаточно неплохо. Испытания я даже не буду начинать проходить. Я вообще не вижу в этом смысла. Для чего это дело? Для того, чтобы заработать 10 душ. Ой, 10 душ. 10 тысяч монет. Да, 10 тысяч монет я заработаю за две попытки в башне боевика. Лучше я на то буду сливать энергию от этих бойцов, да, своих. Ну, а в режиме заданий все достаточно стандартно. Отправил бронзовых персонажей сражаться на 4 часа. Ну, вот они там что-то делают. Придут. Может, у них что-то интересное выпадет. Ну, а так, опять же, еще раз обращаю ваше внимание на то, что обязательно смотрите вот эти рекламные предложения. Если у вас есть возможность. Если отключена у вас эта фишка, включите VPN. Посмотрите 10 рекламочек. Получите душ. Около 50 душ вы с этого получаете. Около, по-моему, 40 тысяч монет может накапать при хороших раскладах. Ну, и в конце вы получаете набор, из которого могут выпасть в том числе и золотые персонажи. Но это же круто. Для новичка это самое то. Все, дорогие друзья. Вот такая была вторая серия. Достаточно насыщенная. Посмотрели на алмазный персонаж, персонаж, набор. В самом начале, да, я вам рассказал о том, что теперь происходит после обновления 4.2. Показал вам персонажа, который выпадает за привязку консоли. Мне, в частности. Поиграли в Войнах Фракций. По-моему, выпуск получился. Очень неплохо. Я надеюсь, что он достоин ваших пальцев. Ну, а я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Mobile Gameplay. Всего вам самого лучшего.